МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закончили 25-го числа этого же месяца. Инфекционный госпиталь оснастили медицинским оборудованием и мебелью. 115 будет точек подключения кислорода. И из них половина будет выделена для лечения тяжелых больных, требующих искусственной вентиляции легких. В настоящий момент у нас имеется в наличии и действует 24 аппарата. Еще 104 аппарата искусственной вентиляции легких, общей стоимостью 200 миллионов рублей, поступят в больницу в ближайшее время. Оборудование установят на четвертом этаже, где расположилось реанимационное отделение. Третий этаж отдали для пациентов со средней тяжестью заболевания коронавирусной инфекцией. Их лечение ограничится аппаратами Боброва. Второй этаж предназначен для пациентов, у кого коронавирус протекает легко. На первом этаже грязная зона и кабинет для КТ. Современный 64-срезовый компьютерный томограф также завезут со дня на день. Для оборудования сейчас готовят модульное помещение. Для обеспечения работы всего госпиталя требуется порядка 115 реаниматологов, тоже порядка 100 врачей любых специальностей, 4 врача-инфекциониста, 1 клинический эпидемиолог. В штате медсанчасти часть специалистов уже есть. Недостающих медицинских работников привлекут из других больниц. А работа остальных врачей с коронавирусными пациентами скорректируют. Наша работа будет меняться в плане повышения самозащиты, защиты окружающих людей, персонала. То есть, простыми словами, мы должны соблюдать те моменты инфекционные, чтобы не передавать дальнейшим. Это не стоит вопрос, что надо, не надо. Если человек болеет, жизнь надо спасать. Больница также имеет свою лабораторию, где теперь будут делать тесты и определять наличие коронавируса у пациентов. Само учреждение уже сегодня готово к приему людей с подозрением на COVID-19 или уже подтвержденным диагнозом. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ.